К другим темам. Сегодня специалисты проверили качество асфальта на красноярских дорогах. На отремонтированных участках взяли пробы дорожного покрытия, чтобы проверить, соответствуют ли его параметры установленным стандартам. Как оценили эксперты состояние полотна и что будет, если в новом асфальте обнаружат изъяны, знает Алина Штоклова. От этого куска асфальта толщиной 10 сантиметров зависит миллионный контракт. Специалисты проверят его на коэффициент уплотнения, толщину слоев и качество их сцепления. И только в том случае, если образец соответствует всем требованиям, подрядчику заплатят деньги. На ремонт дорог только на левом берегу Красноярска выделили почти 200 миллионов рублей. Самый большой участок, где латают дыры на асфальте, на улице Керенского. Сегодня здесь и проверяли, насколько качественно провели ямочный ремонт. Вырубку производят щадящими для дороги и нервов водителей способом. Маленькую аккуратную дырочку высверливают специальным аппаратом. Этот небольшой кусочек асфальта отвезут на экспертизу. Вот здесь вот видно, что проходит. Вот оно. Выравнивающий слой, граница между верхним и выравнивающим слоем. Выравнивающий слой у нас здесь получился 5 сантиметров. Верхний слой получился тоже 5 сантиметров. То есть в норму подрядчик у нас вложился. Этот асфальт буквально под микроскопом рассмотрят в лаборатории. Экспертиза займет 3-4 дня. Асфальтобетонную смесь проверят по нескольким параметрам. От коэффициента уплотнения до влагонасыщения. Не доуплотнена асфальтобетонная смесь, что позволяет образовываться пором. Дальше в эти поры попадает вода. Естественно, происходит при смене температуры, смене режимов температурных образования льда. Такое дорожное покрытие подрядчик должен будет переделывать за свой счет. Или не получит денег по контракту. Такие отношения городские власти считают эффективными. За этот сезон из 20 взятых проб только 2 не прошли экспертизу. Дорожники уже устранили недостатки. Однако пока горожане за такой ремонт ставят лишь тройку. Вчера уже здесь были какие-то замерщики. На площади замеряли. Я сказал, что это только асфальт положили. Уже яма на дороге. Как рассказали в департаменте горхозяйства, такие ямы и провалы на дорогах возникают из-за изношенности городских сетей. Происходят подмывы почвы и асфальт, каким бы качественным он ни был. Такого испытания вынести не может. Подобные дефекты должны устранять ресурсоснабжающие организации. В общей сложности в этом году только в Красноярске отремонтировали 12 километров городских магистралей. И залатали 300 тысяч квадратных метров дорожных ям. Работы по ямочному ремонту выполнены примерно на 70%. Осталось совсем немного. Но это будет до 15 октября. Все работы выполнены. Основные участки работы – это, безусловно, улица Молокова. Дальше выполняются работы в том числе и по левому берегу, и по правому берегу. Все работы идут в завершение. По краю цифры куда внушительнее. До конца сезона планируют отремонтировать и построить около 600 километров краевых и федеральных дорог. На эти цели ушло больше 10 миллиардов рублей. Причем требования к качеству асфальтобетонной смеси и контроль за ее производством в этом году значительно возросли. У нас иногда возникали ситуации, когда мы взяли конечный продукт и говорим, нехорошо у вас получилось, здесь мы вас оштрафуем, здесь вот эта карта неправильно сделана, вам необходимо переделать. Ну то есть уже постфактум, когда смесь уже уложена в дорогу, произошла укатка, все, там больше ничего не сделаешь, только вырезать, переделывать и так далее. То есть для того, чтобы минимизировать вот эти вещи, лаборатория специально уже приезжает на асфальтобетонный завод, чтобы не было никаких потом вопросов. Вообще Красноярский край занимает первое место в России по протяженности автомобильных дорог. 43 тысячи километров магистрали обслуживают власти всех уровней, от муниципальных до федеральных. Сделать их одновременно не получится, говорят специалисты. Поэтому пока все силы брошены на реконструкцию самых изношенных участков дорог. Алина Штоколова, Виталий Князев, Новости.